4 марта белорусские правоохранители отметили профессиональный праздник. Начав свою историю с народной, в 1917 году милиция стала официальным органом БССР в 1919. В 20-е годы она боролась с интервентами, вооруженными бандами и контрреволюцией. В годы Великой Отечественной охраняла военные и хозяйственные объекты, обезвреживала диверсантов и шпионов. И в наше время сотрудники военнослужащие МВД делают все возможное для безопасности людей. О тех, кто отдал службе жизнь, вспоминали и в Барановичах. Поздравляя личный состав, начальник ГУВД Вячеслав Герасимович отметил, что сотрудники милиции с честью показывают высокие результаты не только в повседневной деятельности, но и в областных и республиканских конкурсах и соревнованиях. Лучшей службой Брестской области среди своих коллег признаны оперативно-дежурная служба Барановичской ГУВД. Лучшими по профессии стали начальник отделения по наркоконтролю и торговлю людьми майор милиции Виталий Дерман, начальник отделения информационного обеспечения майор милиции Сергей Бульчук, начальник группы режимно-секретной деятельности Ольга Дранчук. Среди спортивных достижений Барановского ГУВД занял второе место в круглогодичной спартакиаде УВД Брестского госполкома. Первое место в круглогодичной спартакиаде «Динамо». Уважаемые сотрудники, вы воплощаете лучшие человеческие качества, ответственность, мужество, готовность прийти на помощь и умение действовать в экстремальных условиях. Вашими каждодневными усилиями обеспечивается высокий уровень безопасности граждан, который по праву считается визит на карточке Беларуси. Но главным показателем успеха в работе сотрудников милиции служат уважение и доверие к вам простых людей. Выражаю всем благодарность за самоотверженную службу, залог общественной стабильности, устойчивого развития нашего города, гарантию безопасности, здоровья и подходит граждан. За добросовестную службу лучшие сотрудники были награждены грамотами и благодарственными письмами от горосполкома и Совета депутатов, а также от ОВД Брестского облсполкома. Восемь человек получили очередное звание. Каждому успеху искренне радуются и ветераны внутренних дел. Сергей Прохорович Кравченко всегда с радостью делится своим опытом с молодыми сотрудниками и считает, что для сотрудника милиции важно уметь работать с людьми. Опора на людей, потому что без опоры на личный состав, без помощи их, без поддержки решать эти трудные задачи, которые стоят перед милицией, защищать интересы государства и законные права граждан, предупреждать, пресекать, раскрывать совершенные преступления практически невозможно. Это одно. Второе. Одновременно надо шире использовать борьбу с преступностью, шире использовать помощь общественности и поддержку. Только тогда можно успешно решать задачи по обеспечению порядка в городе, в районе и так далее. Сегодня профессия сотрудника милиции перестала быть исключительно мужской. Прекрасный пол не обязательно слабый. В рядах правоохранителей немало женщин. Раньше считалось, что женщина только хранительница домашнего очага. Сегодня действительность поставила ее в один ряд с мужчиной. Немало профессий, где наравне с мужчинами трудятся и представительницы прекрасной половины человечества. Профессия сотрудника милиции тоже давно перестала быть исключительно мужской. Елена Голубчанская – майор милиции, инспектор уголовно-исполнительной инспекции. В милицию пришла не случайно. Уже, наверное, более 15 лет я в милиции и сразу ушла за какими-то новыми впечатлениями. Да и как бы семья у нас вся в правоохранительной деятельности. Мама у меня в суде когда-то работала. Я немножечко сменила направление деятельности, ушла в милицию. Ну вот уже сколько лет работаю и работа нравится. За 15 лет службы под руководством опытных наставников и благодаря личной дисциплинированности, исключительной настойчивости и ответственности Елена Голубчанская достигла высокого уровня профессионального мастерства, что позволяет ей качественно решать служебные задачи. В любой трудной ситуации помогают трудолюбие и ответственность, с которыми она привыкла подходить к любому делу. Я работаю в такой службе, куда приходят люди, отбывшие наказание или отбывающие наказание. Каждый из них попал по разным причинам. И в места лишения свободы, и осужден был по разным причинам. Это и ДТП, это и уклонение от алиментов. Разные причины. И к каждому человеческое отношение. К каждому. Потому что без человеческого отношения им тоже тяжело. Нам тяжело, им тяжело. Когда я приходила в милицию, были единицы. А сейчас как-то больше. Женщина у нас может работать теперь везде, справиться с любой работой. И больше всего у нас, конечно, ВДН работает. Ну и в нашей службе вот я и еще одна у нас девушка работает. Поэтому есть больше женщин стало в милиции. Екатерина Станкевич делает еще только первые шаги в профессии. Она курсант пятого курса Академии МВД. Профессию девушка выбрала сознательно и с нетерпением ждет окончания вуза, чтобы попробовать свои силы на практике. Учусь я на пятом курсе Академии МВД, факультет милиции. Поступала в 2010 году. Поступала, как бы сама никто мне не помогал с решением выбора профессии. Выбрала, ну я, наверное, в классе четвертом, пятом. Я очень хотела милицию. Для меня была милиция, все, Академия МВД. Где-то, может, моментами, да, это не женская профессия. Но я считаю, что девушки в милиции тоже должны быть. Потому что без девушек тоже никак. По окончании Академии я должна работать в отделе уголовного розыска. Два года я должна отработать обязательно. Но я бы хотела остаться дальше, работать в отделе уголовного розыска. Отделение по гражданству и миграции Барановичского ГУВД каждый день посещает десятки горожан и гостей города. Сотрудникам, которые здесь работают, приходится решать много вопросов. Насколько приятное, настолько и трудное это общение с людьми. То есть очень приятно, очень замечательно, когда приходит к тебе человек, мы нормально общаемся, человек получает удовлетворение от нашей работы, он получает результат такой, какой он хотел. Мы получаем удовлетворение от общения с гражданами. Но настолько же и трудно общаться с людьми, когда они хотят исполнить свои цели, не соблюдая закона, чего мы, конечно, себе позволить не можем. Работать в органы внутренних дел начальник отделения по гражданству и миграции Инесса Гетман пришла более 20 лет назад, хотя сразу о милицейской карьере не задумывалась. Я в милиции работаю уже 22 года, то есть 22 года в отделе внутренних дел Барановичского городского исполнительного комитета. Побудило меня сюда прийти, так скажем, отсутствие работы. Примерно была такая же ситуация, как сейчас у нас в стране, то есть работы не было совершенно. И я рассматривала все варианты, имея высшее образование, математика университетская, я рассматривала любые варианты работы. И пришла сюда работать оператором ЭВМ. После этого я работала в финансовой части экономистом. И далее, когда освободилось место в паспортной службе, пришла сюда инспектором. На данный момент в паспортной службе я работаю 10 лет и являюсь начальником отделения по гражданству и миграции. Любая женщина в погонах жертвует личной жизнью и общением с родными и близкими, выполняя тяжелую работу, связанную с огромными эмоциональными и физическими нагрузками, с определенной степенью риска. И как все это вынести, знают только они, женщины, которые несут нелегкую ношу службы в органах внутренних дел. Я поздравляю всех с первым праздником весны, с профессиональным праздником, с нашим днем милиции. Я поздравляю всех коллег, коллег женщин, коллег мужчин. Я поздравляю ветеранов службы, я поздравляю всех людей, которые работали, либо вообще когда-либо имели отношение к милиции. Я желаю всем здоровья, я желаю всем весеннего настроения, женщинам желаю женского счастья, мужчинам желаю терпения и быть настоящими мужчинами. Всех с праздником! Не нормированы рабочий день, дежурство, командировки и другие тяготы милицейской службы. Поэтому даже язык не поворачивается назвать их слабым полом. Потому что женщины в милиции ничуть не уступают мужчинам в профессионализме, выдержке и самоотдаче. И при этом они остаются настоящими женщинами, достойными любви, восхищения и уважения. Оставайтесь всегда такими, успешно доказывая, что служба в милиции вполне по плечу и женщинам. А погоны – это вовсе не для украшения.